Девушки отдыхают С вами Нехтан, все самое важное и интересное на этот час Прилет по аэродрому в Джанкуэй минувшей ночью 9 беспилотников атаковали Крым Проснулись от громкого хлопка Российская ракета убила двухлетнюю девочку в пригороде Днепра Еще трое мальчишек в тяжелом состоянии в больнице Две двухэтажки, между которыми попала вражеская ракета, частично разрушены РДК заходит в пригород Шебекина, а российская артиллерия поливает там все без разбора Людей эвакуируют Дорогие зрители, у нас снова возникли небольшие проблемы с графикой А заметили это только благодаря вашей бдительности Ошибку признаем и будем исправляться Как известно, не ошибается тот, кто ничего не делает Поэтому не останавливайтесь Конструктивные критики мы рады Как, собственно, и хорошим словам в наш адрес в комментариях И поднятым пальчиком вверх на кнопке лайк Ну а теперь вперед к новостям Девять беспилотников атаковали Крым этой ночью По словам местного гауляйтера Аксенова ПВО сбило пять вражеских дронов Еще четыре заглушила и посадила РЭП Жертв и пострадавших якобы нет Из-за падения одного дрона в Джанкое выбитое стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях Началось это где-то не было полчетвертого утра Естественно, проснулись от громкого хлопка Хлопок такой, что уши залаживает Естественно, испугались, подскочили И оказалось, это сбитая буква была И разрушение подобное у нас Какие-то двери, которые скрутились А три двери Естественно, где-то трещины в окна храмы Но это, в принципе, не трагично, слава богу Еще один беспилотник нашли во дворе частного дома Его нужно было разминировать Поэтому эвакуировали полсотни человек из окрестных домов Также один беспилотный аппарат не взорвался Упал на территорию частного домовладения В связи с этим 50 человек были эвакуированы Пунктом временного размещения определена школа номер 8 В настоящее время он обезврежен И люди возвращены в свои дома Они уже проходят и фактически завершены Я думаю, даже мы не будем ждать вечера После обеда все не просто нужно По данным украинской стороны Атака происходила на военный аэродром в Джанкое Какое это подтвердили и в оперативном командовании ЮК В эфире украинского телемарафона Чея у нас информация С поводу имоверных бавов на территории Крима Ранее паня Наталья ответила очень коротко Что просто сезон Сезон продолжается Не перебивай мы паня Наталью Паня Наталья, что там делается Абсолютно, сезон тревает Крим мает чувствовать, что он Украина И все, что мы посеяли, мы изберем Групко было и в тылу оккупантов В Мелитополе и Бердянске На серии взрывов сообщил Представитель оккупационных властей Аннексированной Россией части Запорожской области Украины Владимир Рогов По его словам, это работало ПВО Которое сбило шесть ракет Пострадали вроде как трое Осколки попали в домодачников Но гауляйтер Рогов тот еще источник Ну а законный мэр города Иван Федоров Сообщает о пяти взрывах в Мелитополе В сети появились спутниковые снимки Порта Бердянска, куда пару дней назад прилетела ракета По информации от партизанов Движения Клин В результате вчерашнего прилета По Бердянску были ликвидированы Около 30 российских военных И еще минимум 7 тяжелых трехсотых Также повредили и ЗРК Панцирь-С Находившийся в порту Рядом с местом прилета При городе Днепра ракета оккупантов Попала между двумя двухэтажными домами Здания частично разрушены Всего от атаки пострадали 22 человека Из них пятеро детей Трое мальчишек в тяжелом состоянии Ночью из-под завалов там достали тело девочки Ей едва исполнилось два года Сообщили местные власти Две двухэтажки Между которыми попала вражеская ракета Частично разрушены Повреждены и 10 частных домов Авто, магазин, газопроводы Ночью расисты не оставляли Днепропетровщину в покое Защитники из воздушного командования «Восток» сбили над областью Две крылатые ракеты И один беспилотник Вероятно, шахет По Никопулю оккупанты ударили из артиллерии Загорелись два автомобиля Пожары уже потушили Разбиты три многоэтажки Ресторан, линии электропередач К счастью, без жертв Россияне огубили еще одного ребенка Как раз в день памяти детей Погибших от российской агрессии Таких в Украине уже почти полтысячи Сообщил президент Зеленский Более тысячи малышей ранены Почти 20 тысяч пропали без вести Или были насильно депортированы в Россию Однако цифры эти постоянно растут Две российские ракеты Попаевы оперативный аэродром Недалеко от Кропивницкого Об этом сообщил спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат Ранее командование воздушных сил ВСУ Заявляло, что в ночь на 4 июня Российские войска выпустили по территории Украины Шесть крылатых ракет Четыре из которых были сбиты А также пять беспилотников Системам ПВО удалось сбить три дрона Ну, конечно, не все продается покупать И так делают два наши захисники неба И на данном этапе, взагалі, травень, вы бачили, який насеченный обстрелами Те, что так было выпущено шесть ракет Шесть літаков, шесть ракет Хоча могло бути значно більше цих ракет Ну, по одній ракеті з літака, очевидно, так Ось, и пять ударных дронов Это из района Дромусеща, из певничного напрямка Атаковали они Сумскую область Там есть уражение объектов инфраструктури Власне, про это, возможно, там поведомлять больше местные Ну, а щодо крылатых ракет То, на жаль, так, не все теж знищено Из шести четыре знищено протипетная оборона А дві, на жаль, влучили так На оперативный аэродром близок Кропивницкого Власне, там про наслідки я з розумілих причин не буду вам говорити Так, ну, але маємо вот такие реалії на сьогоднішній день Виселяють из общежития, чтобы заселить туда беженцев Белгородские студенты рассказали, что посреди ночи Их просто выставили из занимаемых комнат Из-за эвакуированных шибекинцев В свою очередь студенты Белгородского государственного университета Сообщили, что их переселение происходило внезапно, спонтанно и неорганизованно Всю ночь студенты потратили на то, чтобы очистить секции от личных вещей А также от вещей соседей, которые в этот момент были не в Белгороде А утром они пошли сдавать зачеты Кроме того, накануне появилась информация, что детей из Шибекина вывозили не бесплатно А за три тысячи рублей с человека Хотя губернатор Гладков сообщал о бесплатной эвакуации Этой ночью в российском приграничье было снова неспокойно Здравствуйте, дорогие друзья Ночью было достаточно неспокойно в Белгородской области Обстреливались Шибекинский и Велоконский районные округа Много повреждений, информации о пострадавших нет Вчера погибло два человека, я уже сообщал об этом В Безлюдовке и Новой Толожанке Просьба все те населенные пункты, в первую очередь Шибекинского округа Которые обстреливаются, прислушиваются к позиции власти И покинуть временно, покинуть свои дома Для того, чтобы, самое главное, сохранить свою жизнь и жизнь близких Легион свободы России и советник головы Офиса президента Украины Михаил Подоляк Заявили, что Украина якобы готова открыть гуманитарные коридоры для жителей Белгородской области Но они пока что предпочитают ехать вглубь России Оно и понятно почему Потому что мужья у них убивают украинцев Шибекина обстреливают от всех сторон Ну чем было, я сама и уехала Устали, добирались тяжело Сначала нас забирали волонтеры в Белгородской области Довезли до Белгорода А потом в Белгороде нас посадили в автобусы Мы вот приехали Муж на СВО, а мы вот с детьми Тем временем последние новости А, БНР на это утро такие РДК и Свобода России заявляют Их передовая штурмовая группа заходит в пригород Шибекина Активные боевые действия идут в районе Новой Товолжанки И пукинские войска поевают артиллерии И все, включительно с местными жителями И даже над Белгородом работало ПВО Российские военные попытались вернуть позиции на бахмутском направлении Но у них ничего не получилось Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Малер На данный момент россияне сосредотачивают свои усилия на востоке Украины С целью выйти на границы Донецкой и Луганской областей Однако им не удается продвигаться В Бахмуте ситуация контролируемо стабильная В СУ контролируют южно-западные окраины города Вагнеровцы еще не покинули Бахмут И проводят инструктаж для регулярной армии России И даже Пригожин признает потерю некоторых участков Да, к сожалению, такая информация имеется Что по какой-то причине подразделения, которые должны были находиться в садах В которых мы каждый день несли потери Но тем не менее эту территорию сдерживали Несмотря на то, что там действительно трудно закрепиться Но на сегодняшний день имеется информация Что там уже выставлены наблюдательные посты в СУ А если это так, то ждите следующих шагов В Московском храме Христа Спасителя В праздник Троицы выставлено поклонение Скандально известной шедевр кисти Андрея Рублева Древняя святыня хранилась в Третьяковской галерее И музейные специалисты были против ее перемещения Так как икона очень быстро может рассыпаться Из-за ненадлежащих условий хранения Но патриарх Кирилл захотел и икону перевезли куда было нужно Музейщики рассказали, что договорились о выставке на две недели Но КГБшник Гундяев заявил, что на год Угадайте, чья возьмет и на этот раз В Третьяковскую галерею икона на реставрацию может попросту уже не вернуться Завтра я не смогу быть в этом храме и вообще в лавре Именно потому, что в храме Христа Спасителя И будем молиться перед возвращенным образом святой Троицы Ну а затем Будет в течение года чудотворный образ находиться в храме Христа Спасителя С тем, чтобы и москвичи, и гости столицы Могли поклониться этой великой святыне А затем Богу содействующую этот образ вернется сюда В сей святой храм на историческое место Могли поклониться этой великой святой Троицы Субтитры делаем Жать за сей святой храму Марш маршум Домброрский С зеленой областей до политики Занций могли к выключить за твоим святой Занций могли к выключить за unten Потому что у нас сегодня полмиллиона людей на улицах Варшавы. Абсолютный рекорд. Тут есть Польска. 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 На этом ставлю точку. Обязательно подпишитесь и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить самого важного и интересного. Обо всем расскажем в следующих выпусках. Ну а самая актуальная и также оперативная информация в наших телеграм-каналах. Поддержать нашу работу можете по ссылкам в описании. До новых встреч. Хороших вам новостей. Слава Украине. Живей Беларусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова